Добрый день, дорогие телезрители! Ну, нашу Россию не отделить от Великой Отечественной войны Для нас, якутян, эта тема очень близкая и очень трагическая Поэтому мы сегодня будем говорить о войне, ее последствиях, о битве под Москвой Сегодня у нас гость из Москвы, замечательный писатель, военный писатель Сергей Егорович Михеенков Автор серии ЖЗЛ, маршале Георгии Жукове, Константине Рокоссовскому и Иване Коневы Добрый день, Сергей Егорович! Добрый день! Читали вашу повесть «Заградотряд» Там есть и якутский воин Это вымышленный образ или этого героя вы нашли в архивах? Мы с Николаем Лугиновым получали вместе премию «Прохоровское поле» Это премия губернатора Белгородской области И мы там с ним, так скажем, близко сошлись В плане как раз писательской судьбы много общего Подружились Он меня спросил, а вот что же ты ничего не напишешь о якутянах? Я говорю, Николай, вот я задумался И совершенно как-то после этого эти вещи вообще-то мистические В архиве мне показывают один документ Мы вам дать его для того, чтобы вы переписали хотя бы его или копировать не можем Потому что это фонд закрытый Но зная ваши книги, мы вам просто вот почитайте его и забудьте Это было политдонесение Как известно, фонд политдонесений, так же как и прокурорский фонд, фонд штрафных подразделений закрыт Политработники были народ грамотный В своих донесениях касались не только чисто военных каких-то проблем Но и нравственных, там, социальных Они могли поинтересоваться, как кормят солдат, как настроение То и этот документ был не лишен вот этой некой человеческой глубины О чем же шла речь? Шла битва за Москву Октябрь, ноябрь 1941 года И вот буквально перед пробным наступлением нашей армии под Серпуховом Это центральное направление было Центр Западного фронта, которым командовал генерал армии Жуков Готовится пробный удар против группы армии Центр Собирается ударная группировка Туда перебрасывается танковая дивизия И гвардейский кавалерийский корпус генерала Берлова Замполит пишет, что вот прибыло пополнение из Якутии Хорошие воины Хорошо знают лошадей А это важно для кавалериста было Выносливые в зимних условиях А уже наступают морозы Но, к сожалению, командиры С непониманием относятся Я примерно цитирую К этому пополнению Принимают его за выходцы из Средней Азии Считают, что они Воины никудышные Что будут мерзнуть в окопах Потому что кавалерия воюет В окопах Как пехота Только передвигается на лошадях И в чем ее преимущество? Что она мобильна Что, видимо, стрелять не могут Надо провести беседу Докладывает политрук С командирами низшего и среднего звена О том, чтобы относились к пополнению из Якутии С пониманием и с большим уважением Чтобы охотнее брали в подразделения Считаю распределять якутян компактно То есть с водами Но дать им русских лейтенантов Командиров И назначить Назначить Сержантами Якутиан Знающих русский язык Потому что там есть И из городов Люди Знающие русский язык И якутский Чтобы они могли дублировать команды Донесение Командира батальона Командиру полка О том, как погиб взвод Это редкий случай Разбирательство проводилось По каждому случаю гибели То есть командир должен был отчитаться Как за боеприпасы Так А тем более за людей А история была такова Я вот ее написал Немножко Переосмыслив Художественно В эту В книгу Заградотряд Они погибли потому Что погиб Лейтенант И сержанты Которые знали русский язык И когда Командир батальона Передал Этим ротам Команду Все Прекратить атаку Она не получилась Надо отходить назад То некому было перевести Этим якутянам Что надо уходить Они стояли насмерть Приказа нет Да Они не понимали Более того Они понимали Что командир-то им приказал Вот Стоять Здесь И они продолжают Выполнять эту команду Пока все Не полегли А сколько там человек Ну там где-то около 18 человек Это был не полный взвод Потому что уже были бои до этого И на фронте так складывалось Судя по документам Опять-таки Что взвод 30 человек должен быть Было 30 Осталось 18 А потом не осталось никого Вот такая история Найти бы это донесение Еще раз Ну Найти бы Это тяжело Я его прочитал Вы знаете При каких обстоятельствах Я вам уже рассказал И теперь Пока не открыты Эти фонды Я понимаю Что для вас это дорого Вам бы найти Это Чтобы иметь Это у себя К сожалению Это пока невозможно Это под Москвой Да Это под Москвой 49-я армия 60-я дивизия Стрелковая дивизия Принадлежали солдаты Первому гвардейскому Кавалерийскому корпусу 60-я дивизия Наступала совместно Со 112-й танковой дивизией И кавалеристами Генерала Белова Вот такая история Лет 10 назад Я делала передачу И снимала как раз Из этой Из этой кавалерийской дивизии Алексей Стрелков Он уже покинул этот мир И он попал в плен И рассказывал вот эти ужасы Как он выжил Но он был Кавалерийской дивизией Белова Ну Войну у нас где-то Около 36 тысяч Якутян Полегло Да А это больше половины Тех, кто призывался Самые большие потери Около 5 тысяч Ну под Москвой Было две мобилизации Одна зимняя Одна летняя Зимняя дорога И эти люди Не обученные Ситуация была такова Они сразу Пошли на защиту Москвы Фраза Пошли в бой Не обученными Предполагает Что кто-то их не обучил А значит Кто-то виноват Война шла Когда там было Учит людей Там было дано задание Вы представляете Когда военкоматам Дают такие задания Что брать Зачислять Тех, кто умеет Владеть оружием Желательно Кто прошел Через ДСА В стрелков Ворошиловских Спортсменов Да Военком получает Это А потом начинает Смотреть Кого призвать А кого призвать И вот Начинают призывать Всех подряд А командир Который Получает Это пополнение Он думает Ага Ну они видимо умеют Что-то Но понимая Что вообще-то Не умеют Уже В ротах И в батальонах Прикрепляли Их этих Не обученных К дядькам На Суконном языке Это были Инструкторы И это было В старой русской армии Кстати То есть Прикрепляли Молодого К старому войну Чтоб ему Что-то он рассказал Там не высовывай голову Ты че Выснили голову По башке Ему там По каске А то сейчас Вот тебе Снайпер Шибет Он ему Покажет Куда винтовку Класть Чтобы осколком Не вывела из строя Куда патроны Класть Съедать ли Весь паек Сразу Или что-то На потом Оставить Вот где курс Молодого бойца В окопе был А это учеба Самое главное Была на фронте Такая поговорка Ну если Ну если Не убила В первом бою То повезло Не убила Во втором бою О Ты молодец Не убила В третьем бою Ну вот ты и солдат То есть война Учит всему Конечно Немецкие солдаты Пришли сюда Более опытными Более обученными У них уже Они уже с 38-го года Воевали У них уже было Три года Опыта Прежде чем Прийти сюда Это была Очень сильная армия С такой армией Было трудно Воевать И побеждать Тем более Поэтому вначале Были бои Неудачными Сражения были Не в пользу Красной армии А потом все Повернулось Все стало иначе И мы теперь Вот имеем Такое Огромное наследие В том числе Нравственное Мы выше всех Вышли из этой войны Победителями Нас учили Что исход войны Решила Сталинградская битва А вы считаете Что битва Под Москвой Сравнивать Эти две битвы Тяжело А лучше Этого не делать У мира У всего мира Было впечатление Такое Что перелом Произошел Под Сталинградом И тут я пытаюсь Размышлять А почему так мир Думает Да потому что Германия так думала Германия Продолжала После Москвы Продолжала Блифовать Так же как Наполеон Он вошел В Москву Но в душе То думал Видимо Лучше бы И не уходить В Москву Так и Гитлер Он Подошел К Москве Уже На последних силах Но И ему Где-то Вот этот Дух Его превосходства Он его обманул Хотя Генералы Фельдмаршалы Ему говорили Те кто понимал В войне Больше чем он Что это Все это Может плохо Закончиться Ему говорили Еще В августе В Могилеве Когда Совещание Он делал Перед тем Как Второй Рывок Сделать На Москве Что Это опасно Что Русские Могут Устоять И русские Устояли И поэтому В Москве Такое Хотя Уже В Москве Под Москвой Все решилось И кстати В мемуарах Немецких Некоторых Военачальников Бывших Генералов И фельдмаршалов Есть Эта мысль Что Все Закончилось Под Москвой Просто Гитлер Этого Не понял И продолжал Накачивать Вот этой Идеологии И внушать Своим Солдатам И офицерам Что Все Сейчас Они До последнего Сражались Думали Ну сейчас Вот Под Берлином Когда уже Наши войска Подошли Ну вот 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 Поступит Новое оружие И мы Снова Пойдем Перед Это был Уже Блеф Это был Самообман Поэтому Вся Вот Эта Слава Перелома Была Отдана Сталинграду Ну конечно Кто спорит С этим Что Там Там Уже Ворвались Там Уже Город Был Уже Взят Там Много Знаков Таких Сталинград Название Потом Чисто В стратегическом Плане Перерезали Волгу А тогда Еще Когда В тот Период Когда Дороги Были Не столь Обильные И совершенные Как сейчас Волга Это водная Магистраль Играла Колоссальное Значение То есть Сразу Отрезалась Южная Группировка От северной И центральной Нефтяносные Районы Сразу И Сельскохозяйственные Попадали В полосу Окупации То есть Там Много Что Должно Было Произойти А с Москвой Что Ну Захватили Центр Конечно Столица Коммуникационный Узел Такой Ну А там Надо Еще Брать Ленинград Так что Если Рассуждать Это Чисто Стратегически Сталинград Конечно Имел Огромное Значение Но Москва Это столица И В любой Войне Битва За столицу Врага Имеет Колоссальное Значение Для Противоположных Склоняюсь К тому Что Все Произошло Уже Самое Главное В битве За Москву И то Что Ее Не отдали Вот Об этом Много Сейчас Споров Я Тоже Когда Работаю Над Этой Темой И Работал Над Книгой Вот Вышла Книга Берлин 45 Это Сборник О героях Битвы За Берлин А вот Сейчас Я Сдал Новую Книгу Она Тоже Пойдет В серии Жизнь Замечательных Людей Герои Московской Битвы Герои Московской Да Битва За Москву И вот Там-то Я и Попытался Какие-то Мысли Сгруппировать По поводу Вот этого Величайшего Сражения Там и цифры Есть И Факты И В том числе Опять-таки Попытка Ответить На вопрос Который Я и себе Задаю И другим При случае А почему Как же Вы стояли Вот я всегда Фронтовиков Спрашивал Я много лет Записывал Воспоминания Фронтовиков Где-то 30-35 лет Еще со времен Работы в районной Газете Когда я пришел Молодым журналистом После института Работать в районку Подмосковную Одну Я всегда Встречался С фронтовиками Они тогда Еще были Молоды Многое Помнили И всегда Задавал этот вопрос Ну а почему Вы стояли Ну к сожалению Ведь солдат Размышляет Сектором Своего огня Это окоп И Небольшое расстояние Перед ним Который он должен Прожать Противника И Не очень-то Солдат Смотрит Он даже Не размышляет Категориями Командира роты Это Обязанность Командира роты Конечно Потом они Прочитали Мемуары И начали Размышлять Большими масштабами Но к сожалению Какого-то Конкретного Ответа Я получить Не мог В последнее Время Больше Говорят о том Дух был выше Вы знаете Я прочитал Обращение Гитлера К солдатам Восточного фронта Группой армий Центр Когда они В конце сентября 41-го года Начали наступление Вот это Решающее наступление На Москву Это Блестящая речь Если бы Будь Я солдатом Вермахта И Если Если ко мне С такими мыслями Фюрер бы обратился Я бы сделал все Чтобы дойти Не дошли Сила Германской армии Уже была Надломлена Надломлена И чисто Физически Не только Морально И нравственно Надломлена От Границы От западной Нашей границы И вот до Смоленских рубежей Потому что здесь Примерно остановились Ведь в начале Первоначальная Была мысль Что Блицкрих Мы знаем Это молниеносная война Что они Эту войну Захватом столиц Ленинград Москва Киев Проведут Несколько месяцев Пока Сухие дороги Пока В России Не развезло Они все знали Рассчитывали Мы дойдем По сухой погоде А потом Перезимуем И пойдем дальше Не пошли И не перезимовали Ну в Киеве Киев захватили Да там Не удалось Нам удержать Ну Киев В истории нашей Всегда То под поляками То под немцами То Еще под кем То снова под немцами Летом С 41 года Они были остановлены Вот почему Они остановились Интересно Да потому что Уже были выбиты Много Уже не осталось Надо было пополнять Армию Израсходован ресурс Уже не хватало Горючего Уже моторы Израсходовались Смотришь статистику Танки уже были выбиты В танковых группах Много я прочитал Немецких мемуаров Документов Они сейчас публикуются Сомминаю одну фотографию Она очень известная Это фотография Немецкая Трофейная фотография Идет отделение Солдат Идут с винтовками Там идет техника И они Левее Правее дороги Если от них смотреть Идет Вереницей Это отделение 10 человек Немцев Фотография сделана Они только-только Пересекли Границу Все Они Рийцы Русоволосые С чубами Такими красивые Все высокие Встроенные ребята Все улыбаются Всем хорошо И оказывается Потом Среди трофеев Эту фотографию Нашли А нашли ее Где-то уже В 45-м году И кто-то из них Сделал Сзади надпись Вот мы Мое отделение Я остался Один Этот там Погиб В первом же бою Двое Другие Погибли Под Минском Еще Один погиб Под Могилевым Еще двое Там Были тяжело Ранены И замерзли В госпитале Под Волоколамском Наполовину Они исчезли Еще До Смоленска Их уже Выбили Понимаете А остальные Потом Остальных Добили Пока шли До Москвы Вот причина Того Что Они не взяли Москву Ну и Дух Конечно Сыграл тут Огромную роль Потому что Сам Сталин До последнего Не знали Что он Выйдет На этот парад Будет говорить Речь Или нет Но он Все-таки Вышел И Очень Многие Солдаты Прошли Через Парад Дух Сильнее Чем Оружие И Количество Солдат Но Дух Категория Непостоянная В одной Армии Он может Быть Сильнее У второй Слабее Либо Как сообщающийся Сосуд Он может Одна Армия Его теряет А вторая Армия Его Приобретает Вот тут Как раз Произошло Под Москвой Когда Наши войска Западный фронт И Калининский Был восстановлен Когда Подошли Уже Новые Дивизии И даже Резервная Армия Это Первая Вторая Ударная И первая Армия Десятая То есть Три армии Прибавилось Совершенно Новых И они Пошли Потом Наступление Много Новых Дивизий Из Сибири Пришедших В том числе И ваши Земляки Соотечественники Пришли С этим Новым Пополнением И Начались Пробные Наступления Что такое пробное Наступление Армии Это Дается Приказ Одному Полку Попробовать На своем Участке Как противник Себя Чувствует Полк Конечно Не идет С всеми Тремя Батальонами Вперед Один Батальон Остается В резерве Он Остается Охранять Свои Окопы И в случае Отхода Двух Батальонов Которые Ушли Вперед Он должен Прикрывать Их Отход И вот Из двух Батальонов То же самое Командиры Батальона Получают Приказ И выстраивают Боевой порядок Одна рота Идет вперед Вторая След за ней А третья Вообще В окопах Остается Таким образом Из полка Идет Реально Вперед В атаку Один батальон Ну и Конечно Его Поддерживает Вначале Артиллерия Делает Или огневой Налет Более короткий Или Артподготовка Более Основательная Поддерживают Танки И вот Эти батальоны Идут вперед И вдруг Они обнаруживают Впереди Что Оборона Это немцам Слаба И что они При первом Нажиме Склонны Отходить Уходить В глубину И вот Эти батальоны Один раз Сделали Какой-то Шаг Вперед Потом Их возможно Отбили А возможно Не отбили Захватили Две деревеньки Три Потом Дальше 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 А потом Вдруг После этой Удачи Начинается Так оно и было Судя по документам Которые мне удалось Разыскать В архиве Начинается Уже наступление Уже Несколько Полков Дивизия А потом Армия Переходит Наступление Так оно и было То есть Инициатива Одни теряют Инициативу Другие Ее приобретают То есть Хватают Сразу На ходу Пока Война Это драка Только В больших Масштабах И более Организованная Так Так и случилось И эти Этот ресурс Который Был накоплен Под Москвой Он весь Пошел Перед Конечно Удар Был Мощнейший Вот иногда Говорят Ну как же Так Почему Маршал Жуков В то время Генерал Армии Не смог Спланировать Наступление Так Чтобы Наступал Так Как Допустим Наступали Немцы Летом Либо Как Наступали Наши Но более Поздние Периоды То есть Танковые Прорывы На узких Участках Потом Охват Противника Большими Клещами Устройство Котлов И Уничтожение Как В Сталинграде Вот Сталинград Почему Вспоминает Там было окружение Мощнее То есть Классическая Операция Там была Проведена Красивая С большим Количеством Пленных 93 тысячи И одновременно Было Наступление Пятого Все говорят Вот пятого Западный фронт Перешел Наступление Перешли Несколько Армии Но Некоторые 16-го Начали Наступление Некоторые 19-го Начали Наступление То есть Гораздо Позже Когда соседи Уже ушли В период Поэтому Произошло Под Москвой Выталкивание Противника Овладение Территорией Больше Но Не уничтожение Его войск Вы написали Про Машала Конева Про Рокоссовского Про Жукова Для нас Для простого Обывателя Кажется У каждого Своя какая-то Стратегия Или Свой взгляд Свой стиль Можно так сказать Военный Можно ли Вот так вот Коротко Охарактеризовать Об этих Маршалах Победы Они люди И у каждого Свой характер Свой темперамент И свой стиль Ведения войны Они Были Полководцами Военачальниками Руководили Большими массами Войск И огромным Потенциалом Такого Вооружения Боевой техники Им Давали Общие Приказы Что Вот фронт Стоит Допустим Перед Донбассом Или перед Харьковом Перед Белгородом Здесь Перед Смоленском Нужно Овладеть Этим городом Этот Военачальник Исходя Из тех Обстоятельств Которые Сложились К тому Времени На его фронте То есть Он же смотрит Какой у него Потенциал Людской Какие там Оборонители Кто перед ним стоит Какие оборонительные Соружения Какие препятствия Там водная Преграда Горы Леса Болото Потом Здесь Допустим Шли Вначале Были деревни Деревни А там города Начались Допустим Со своим Штабом Формирует План Наступления Исходя Вот Из Потом Командующий Едет В Москву В Ставку Где он Должен Этот план Доложить И там У генштаба У командующего У Ставки Могут быть Поправки Потому что Они исходят Нет дорогой Да Он говорит Что Если вы Мне дадите К примеру Мне необходимо Для наступления Еще 2-3 Свежих армии Там 200 катюш Установок Еще 100 танков Ну я к примеру Говорю А там уже Исходят Нет Дорогой Допустим 200 катюш Мы вам не дадим Но дадим 150 танков Таким образом Он уже Командующий Должен Исходить Из того что Ага Танками Я должен Управлять Их больше Дают Значит Мне на это Надо упор Сделать И вот Таким образом Верстаются Планы Эти А потом Еще Войсками Уже Управлять Надо Тылы Смотрят Сколько Нужно Горючего Сколько Надо Суд Одач Продуктов Где Разместить Склады С Боеприпасами Потому что Если планируется Огромное Какое-то Продвижение Перед Как вот Была Весло-Одерская Операция Там от Весло до Ордера Надо дойти Больше сотни Километров А стало быть Артиллерийские Склады Нельзя Размещать В тылу А их Надо Продвинуть Иначе Скоро Быстро Подвергающие Семь Перед Части Механизированные И пехота Скоро Останутся Без Боеприпасов Их Артиллерия Не будет Поддерживать А стало Быть Надо Наибольшее Количество Либо Наибольшее Количество Машин Которые Будут Двигаться Вслед За ними В нескольких Километрах Чтобы Конечно Не разбомбили Во время Боя Либо Размещать Склады Как это Было Сделано Во время Весло-Одерской Операции В непосредственной Близости К фронту Чтобы Они Близко Были Чтобы Да Войска Отодвинуться Но Возвращаться За снарядами Можно Будет Не так Далеко Но Тут Риск Что Их Уничтожит Допустим Немецкая Авиация Или Их Артиллерия Они В зоне Досягаемости Их Артиллерия Кажется А для этого Нужно Это Сделать Ночью И Замаскировать Так Чтобы Противник Ни с воздуха Ни Визуальным Наблюдением Не мог Их Обнаружить То есть Масса Вот этих Нюансов Мелочей Подготовительный Перевод Очень сложный У нас Войну Больше знают Это Наступление Атака А подготовка К этому Она занимает Гораздо Больше Времени И поэтому Вот в этой Книге Вот эта Книга Цена Еще И тем Ну Похвалю Себя Что Здесь Есть Глава Посвященная Николаю Александровичу Антипенко Генералу Заместителя Заместителя Командующего Второго Белорусского Первого Белорусского Фронта То есть Жукова По тылу Он был Толовик И вот Он подробно Кстати Я пользовался Его Мемуарами Он Их писал Сам Умнейший Человек Дружил С Жуковым До самой Смерти То есть А Жукова Ведь Многие Оставили Когда он В опале А вот Он Остался В друзьях Как они Подружились На фронте Он к нему Как к боевому Товарищу Относился Это вот Тоже черта Одна из Лучших Черт Человеческих Когда Друг Ну Мало ли Что он Оказался В опале Среди Неугодных Ну Ты же Друг Не бросай Его Он Не бросил Так вот Антипенко Пишет Здесь Пользуясь Его Мемуарами И документами Еще Какими-то Этот момент Мною Описан Как Как Они Организовывали Толовые Работы Было Так Что Они Своих Офицеров Посылали В Баку С требованием Для Первого Белорусского Фронта Отгрузить Столько-то Столько-то А там Собрались Такие же Подполковники И майоры С других Фронтов И с такими же требованиями Кого Вперед А состав Формируется Не так быстро Да Где-то Надо его Эти ЦСР Отоскать Где-то Сформировать И начинается Вот эта Работа Кто вперед Кто Кто шустрее Кто как Может это Сделать С одной стороны Устав И Порядок Для Этих Отгрузчиков А с другой стороны Кто шустрее Тот и впереди Кстати Критика Отметила Этот момент Что Это ведь Серия Сборников Герои Великих Битв Что Впервые Так подробно И Рассказано О толовой Службе Берлин взяли Они и так Голодные Уже были Там Берлинцы Гражданское Население Да и пленные Тоже Которые А ее же Надо было Кормить Мы ведь Имеем Много фотографий В том числе И западных Фотокорреспондентов Которые Показывают Вот стоит Кухня Походная И солдат Наш там Повар Накладывает Немцам В котелки Они там Кто с тарелкой Кто Чуть ли не С ночным горшком Стоят Чтобы заполнить Вот Чтобы поесть А представьте Себе Что-то Мы не имеем Ни одной Трофейной Фотографии Когда немцы Входят Минск И кормят Граждан Когда они Входят Там Смоленск В Брянск В Орел В Калугу Мою Родную Что-то Я не видел Ни одной Фотографии Потому что Никого Не кормили А потому что За людей Не считали Нас Вот еще Почему Они проиграли Войну Вошли в Берлин Надо кормить Накормили Ведь там Было Очень много Угнанных Наших Соотечественников Вот Якутия Этого Не пережила К счастью А я Родом Из той Местности Которая В оккупации Была Два года Молодежь Почти всю Выгребли Потому что Часть ушли У партизаны Часть Успели У Красной Армии Уйти А часть Немцы Угнали На работу Туда В Германию Во внутреннюю И нужно было Их Этих людей Оттуда Вывозить Когда начали считать То никаких составов Для этого Не хватает И тогда Было решено Отправлять людей Пешим Ходом Ходом Вот Ни один народ На это Наверное Русские Да Вот решили Пешком Дойти До родины И пошли Тогда Тыл Первого Белорусского Фронта Начал Организовывать По пути Там через Несколько Километров Пункт Питания Отдыха Первой Медицинской Помощи Я не знаю Это был Такой Исход Ни в какой Библии Об этом Нет Жуков И Рокоссовский Были Кавалеристы Их И тип Атаки И обороны И атаки Был таким Особенно Это ярко Проявлялось У Рокоссовского Это стремительность Мощный Рывок Вперед Действия В основном Танковыми И пехотными Частями Управление Танковыми Подразделениями И соединениями Было очень Похоже На управление Кавалерийскими Массами Конев Был артиллерист Старшим Фейерверкером В Первую Мировую Войну Он Это Совершенно Другой Стиль Ведения Боя Это значит Если Противник Наступает То выбить Танки В первую Очередь Из артиллерии Этот тип Вооружения Знал хорошо И он умел Им управлять И на него Делал ставку Коневу Уплекают В чем? В том Вот Дескать Хвалят Хвалят А не смог Провести Ни одной Операции По окружению Где Ну всех Бы задушил Там Как допустим Это делал Рокоссовский Да и Жуков Тоже Старых Трактатов Китайских Есть Построить Противнику Золотой мост Дать ему Понять Что ты окружен Но На одном Из участков Поставить слабый Заслон Желательно На какой-то Дороге Желательно В тыл Чтобы вот она Была направлена Так было Под Харьковом Так Под Корсунь-Шевченковском Так же Операция Проведена Отчасти Под Белгородом Давал им Приказ Что держать До определенного Времени Потом Оставить Это Немецкая Разведка Тут же Начинала Искать Выход Они готовят Удар на прорыв Конев В это время Выстраивает Вдоль Выхода Дороги Ставит Свои Артиллерийские Части С двух сторон Лишь бы Своих не побили Он концентрирует Оттуда все Танки И артиллерию И самоходные установки И Катюши На этот участок И вот Начинается прорыв Наши заслоны Быстро Отходят Колонны пошли То есть Золотой мост построен Иди Противник По этому мосту Он шел И в это время Начинается бойня Вот я не могу Не спросить Об этом Ну и сейчас Тоже идет Информационная война Фильм Штрафбат Да Вы как историк Скажите пожалуйста Своё слово Последние Фильмы О войне Кроме Допустим 28 Панфиловцев И Звезда Это слабые фильмы Это по-моему Фильмы Конъюнктурные Там нет Штрафбата Самое главное Если вот взять Чисто исторически Фильм Третья ракета Вот та постановка С Жоновым С Любшиным Там нет Лжи Там все Привязано К конкретным Если уж Ты начал Там об артиллеристах Рассказано Попробуй Пределись Там каким-то Деталям Да любой артиллерист Я сказал Так на все четко Там все безупречно Мне попался Финансовый документ Десятый Отдельный Штрафной батальон Который действовал На моей родине Под Рославлем Смоленской области Северный фас Курской дуги Военкомат Такой-то К сожалению После первого письма Отправленного Такого-то Такого числа Мы не получили Ответа О выплате Семье Военнослужащего Такого-то Причитающейся суммы Напоминается Об этой сумме Надеемся Что в диссидентный Строг Это будет А мы получим От вас ответ Человек воевал В штрафном батальоне А его семье Как семье офицера По-прежнему Шло довольствие Потому что Он отправил Аттестат туда Своей семье Так это же Совсем другая картина А нам показывают Что штрафники Это такой народ Который могут Просто застрелить Из пулемета Потому что он Не туда пошел Или Во время боя Себе не так повел Нет Братцы За каждого человека На фронте Командир отвечал головой Да Были приказы О расстреле на месте Но ты должен был отчитаться По всякому поводу Шло до знания Все разбиралось Это все было не так просто А это самая главная ложь Ну не было таких штрафных батальонов Надо было тогда Где-то написать В титрах Что данный сюжет Является Вольной интерпретацией Истории Великой Отечественной войны Тогда все стало понятно Спасибо Сергей Егорович Вы сегодня Приоткрыли Как военный Историк Как писатель То, что я не знала Спасибо Надеемся, что в этой войне Информационной войне Мы Потомки Тех героев Должны победить Большое спасибо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...